Привет! Продолжаю свою эпопею о чудесном воздействии фольги в целом на организм человека и на отдельные органы. Как вы видели, я уже записал больше 10 рецептов и еще как минимум с десяток рецептов запишу. И будет огромная коллекция, в которой будут включены многие, многие или практически все рецепты лечения фольгой наших органов и нашего организма. Конечно же, надо усердно работать. За одну минуту или за один день, конечно же, может ничего не произойти. Если у вас серьезные какие-то нарушения в работе ваших органов или какие-то патологии, то нужно усердно-усердно работать с данными методами. Ну и не забываем о комплексном лечении и оздоровлении нашего организма, очищении организма, применяем настои трав, чаи различные целебные, применяем назначение врача, применяем технологию фольги на себе. И тогда в комплексном лечении вас ждет очень хороший результат. И если вам нравятся мои рецепты про фольгу, конечно же, простимулируйте меня сейчас быстренько, поставьте лайк и давайте поехали, я буду все рассказывать. Ну и давайте миру больше положительных эмоций, больше любви. Все мы знаем, что именно положительные эмоции лечат людей. Сегодня мы будем говорить о болезнях почек, различные патологии, заболевания, болевые ощущения почек. Сюда могут входить даже самые экзотические болезни. Там сужение просвета артерии главной почечной и так далее. То есть это могут быть пелонефриты, нефриты, почечные колики, другие проблемы с почками и надпочечниками. В общем, любые проблемы с почками. Сегодня я в конце покажу картинку, как правильно наклеят наши серебряные мостики, которые вы будете изготавливать каждые 2-3 дня новые мостики. Будете клеить эти мостики по той схеме, что я вам покажу на картинке. И лечите, лечите, лечите свои почки. Для сегодняшней почечной коррекции нам необходимо 7 мостиков. 7 серебряных мостиков. Кто меня еще вдруг не смотрел, а таких очень много людей. Рассказываю. Покупаем качественный пластырь. Берем пищевую фольгу, только пищевую. Она металлическая, без покрытия должна быть. Дальше. Вырезаем полосочки шириной 6-8 мм. Полосочки из фольги вырезаем 6-8 мм. И вклеиваем в середину пластыря. Пластырь может быть любой, даже еще шире. Вклеиваем середину матовой стороной к пластырю. Вот так это примерно выглядит. Здесь мы видим блестящая сторона. Блестящей стороной мы будем клеить к телу. Итак, изготавливаем 7 мостиков. Один мостик большой, 20 см. И все остальные мостики, 6 мостиков, мы изготавливаем вот такие стандартные. Примерно по 10-12 см у нас идет пластырь. В середину сделали мы вставочку из фольги шириной 6-8 мм. И длина этой вставочки будет примерно на сантиметр на два меньше, чем наш пластырь. Если это 20 см пластырь, один у нас будет, увидите на картинке. Значит, 18 см длина вставочки. Если это 10-12 см, а все остальные мостики 6 штук, значит, делаем вставочки, получается, от 9 до 10 см. Все. Сюда все вклеиваем и делаем аппликации. Значит, сколько нужно держать? Как всегда, начинаем с одного часа, первый сеанс, один час. Смотрим, как вы себя будете чувствовать. Если вы услышите покалывание, сжение, в принципе, в первые сеансы можно прекратить сеанс. Но потом сжение может быть, ничего страшного. Маленькое покалывание сжение может быть. Но первые 2-3 сеанса можно через час все снять. Потом двигаемся 2 часа, 3 часа на следующий день и так далее. Можно, в принципе, довести в среднем нашу аппликацию, держать ее можно где-то от 6 часов. 6-9 часов. Если какие-то очень серьезные проблемы, патологии какие-то с почками, можно, в принципе, довести и до 1-2 суток. Обязательно потом аппликацию меняем. Можно делать небольшой перерыв. Где-то от 10 часов до 12. Между аппликациями. Работаем так каждый день до наступления результатов. Ну, а сейчас схема самой аппликации. Вот и все. Заботьтесь о себе, лечитесь, будьте здоровы. Кто не поставил еще мне лайк, не подписался, не сделал репост, не поделился с друзьями, обязательно это сделайте. Я жду ваших лайков, ваших маленьких комментариев. Даже слово спасибо. Будьте здоровы. До новых встреч завтра на моем канале. Ждем следующие лекции про фольгу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова